Аварит Москва! Германия полностью разгромлена! Аварит Москва! Их лица – это лица победы. В их глазах живая история. Телеканал «Самара ГИС» представляет откровение ветеранов Великой Отечественной войны. Когда закончилась война, я окончил 7 классов, поступил в техникум индустриальный, в Драговичи. В это время мы оказывали помощь нашим войскам по уничтожению бандитарских банд. Их очень много было в лесах, в горах. А наши, когда война закончилась, и Западная Украина была освобождена, очень много советских работников с нашей, с Украины, то есть с России, приехали туда учителя, администрации и прочее, прочее. Ну и там бандеровские банды участвовали в этом деле и уничтожали разными путями. И резали, и убивали, и прочее, и прочее, и прочее. В это время, когда война шла, нас в 44-м до освободили, я пошел работать в колхоз. Барановал, косил, ну все дело, что положено. Хотя мне было там 13 лет. В 47-м году с бандеровскими бандами, когда все это там проходило, там интересные моменты были такие разные, когда я участвовал вместе по уничтожению бандеровских этих банд. 47-й год закончился, приехал на каникулы домой. А я сам с Хмельницкой области. Он в Западной Украине не относится, это центральная Украина, Хмельницкая область. Ну и там военком мне посоветовал, идите лучше в училище военное, и продолжайте училище, вас офицер будет. И я поехал в Чернуцы, город такой Чернуцы на Украине есть, там военное училище было. Я поступил в это военное училище. Когда мы были восточники, украинцы, студенты, нас на беседу вызвали и сказали, что вот вы, вам доверяется и так далее, нас подучили стрелять и все прочее, другое, как это вести себя в этих боях. Ну и сказали, что вот вы будете нам помогать. Если сигнал какой-то поступит, что мы выезжаем на дело, на боевые действия, мы вас вызываем в любое время дня и ночи, и вы будете с нами действовать. Я вот в течение 47-го года по 48-й год, кроме учебы, занимался еще вот вместе с этим, по уничтожению бандеровской банды. Не только вы этом занимались, мы и выселяли эти бандеровские банды в Сибирь, тоже я принимал участие в оказании помощи. Как раз вот когда война закончилась, там в 45-47 году, там в самый разгар было бандеровское движение. Бандитизм, они воевали за самостоятельно, так сказать, называемую Украину. И очень много было этих бандеровских разных банд, и немецких еще всяких, шпионов и прочее, и прочее. Все они были по лесам, в хронах находились, ну и уничтожали наших советских работников, и не давали нашим, так сказать, советской власти установиться, работать и существовать. Вот такой момент был. Мы уже под конец, это была весна, 48-й год, решили в одном из сел, вот Драговичской области, организовать колхоз. Ну, поехали там, значит, взвод солдат, и наш человек, пять белокомсомольцев, из-за этих студентов. Ну, поехали, мы там лошадей нашли, повозки, все, плуги, начали бароновать, делать землю, пахать, потому что надо было сеять. И в это время мы привлекли молодежь местную, которые там были, ребята наши. Ну, мы друг друга понимали, они такие же, мы такие же. Вот, такая энтузиазм, и они тоже не бандеровцы, не пошли никуда. И вот, когда мы уехали после этого, организовали это все, уехали через, буквально через три дня нас вызывают и говорят, поедем, будем хоронить. Значит, и пять человек из них, которые были с нами, помогали устроить этот колхоз, они их повесили, бандеровцы. Там такая дорога шла, дубы, на этих дубах, на ветках больших, они подвесили, и вот, когда по дороге мы шли, они висели все, пять человек. Когда молодой, вот если я его сейчас видел, это было, что-то страшное было, да, или там постарше. А тогда мы как-то к этому относились геройски, так сказать, ну, понимали, что все это может быть и с нами, и так далее. В общем, шли на это дело смело и не думали об этом, о последствиях. Мы думали, выполнили задание, которое получили. Мы получили его колхоз организовать, помочь. Мы поехали, все это сделали. Второй раз поездка была такая, ну, в лесах мы ходили, с Хроновой их находили, там, то же самое, вытаскивали оттуда. Ну, были, бои были, конечно. У меня была, прострелена рука, рука вот левая. Ну, а потом, потом, уже тоже в последнее время, перед тем, как, 48-й год, приняли решение, как тут было, бендеровские эти семьи, самым бендеровцам, банды, их же надо подпитывать чем-то, кормить, одевать. И эти все семьи, которые там расположены были, местные населения, они их и кормили, и все делали. То есть, они были свои люди там. И было принято решение, чтобы эту базу, которая подпитывала эту бендерскую, банды, вот, чтобы их вывезти оттуда, чтобы не было возможности им там находиться. и никто их там, никто, ну, не помогал им. И вот, подогнали туда, там же, я с дороги недалеко, подогнали эшелоны, и все, все семьям прямо, ну, давали там определенное количество продуктов на дорогу, и отправили всех в Казахстан. Вот. Мы участвовали в этом деле. В течение суток это все было проделано. Для нас было, как бы, проложение, только в другое время, мирное. Вот и все. А так, даже интересно было. А почему интересно? В каком плане интересно? Ну, интересно, что где-то кого-то, бандита находишь, вот, что, если что, значит, защищаешь там безобидных людей, которые, то есть, или дело, за которое там боролись. Вот. Это интересно же, когда это подвиг соответственный такой для нас был. Хотя там не Мересивы были, и не Друи, не Гастелы, и так далее. Обыкновенные вот были комсомольцы, студенты, которые вот этим занимались. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова